Слава Всевышнему, сотворившему небо и землю. Слава Богу Великому. Честь и хвала тому, кто создал вселенную. Я благословляю людей, живущих на планете Земля. Конечно, у Бога есть план спасать человечество. Вот Он и создал пророчество о грядущем царе. Конечно, грядущий царь это человек, который будет говорить от Бога. Безусловно, он научен Богом и благовествует Слово. Конечно, он дан для того, чтобы разъяснять людям то, что происходит и что будет происходить. Я сейчас живу в Украине. У меня ситуация напряженная. У нас война. Обещаю, я с города же домер. Я благодарю Бога, что несмотря на то, что у нас есть сирены, Бог защищает и город Житомир под Божьей защитой. Который день я выхожу, когда сирена. Сегодня у нас с каждым днем сирен все меньше и меньше и благословляет Бога. Вы знаете, русский мир наводит ужас сейчас на весь мир, потому что он породил фашизм. Вот насколько тонкая информация Божья, что её можно перекрутить. Грубая энергия её хватает и превращает что-то в яблское. Вот такая истина. Об этом надо задуматься очень серьезно. Конечно, тот зеленый русский мир, о котором я говорю, потерпел крах сейчас у нас в Украине с позором. Если знать статистику, то она ужасает уже всех, насколько разрушительная война оказалась не для украинцев, а для русских. Для россиян. Наверное. Или будет для россиян. Тех, кто живет в России. Кстати, это очень важная информация. Русский мир имеет корень с Киевской Руссией. Вот что самое интересное. Киевская Русь. Это очень важно. Поэтому я твердо говорю, что Бог просто хочет говорить. Да? Просто хочет говорить в конце времена, что нас ждет. Вот. И не надо уже ссаться дьяволом. Да, он разрушил жизни людей на востоке Украины. Он перекратил жизни некоторых людей. Но он, к сожалению, отверг спасение для тех, кто создают А для окружающих. Я признаю, что мы проиграли. От того, что русский мир попал в уста из-за людей, мы проиграли. Наша земля терпит крах. Потому что Бог есть любовь. И если он хотел говорить для большей части людей, то это не значит, что русский мир это война. Русский мир это мир. Посмотрите, как Бог говорит. Посмотрите, как Бог говорит через язык. Через русский язык. Он говорит не просто мир. Как территория. Весь мир. Мы говорим. Но есть мир в смысле антипод войны. Как Бог говорит через русский язык. Согласитесь. Лингвистический русский мир. Лингвистический. Информация, которую Бог хочет донести для всех. Для окружающих. Да. Была царская Россия, которая подчинила себе многие народы. Да. Был Советский Союз. Люди начали учиться все. Петь школу. Изучать русский язык. Многие народы знают русский язык. Это плохо. Прекрасно. Для мозга это очень хорошо. Для мозга это очень хорошо знать язык. Не один. Вот. Кстати, русский можно посочувствовать. Потому что у них нет таких условий знать еще какой-то язык. Вот так получается. Получается. Поэтому может у них и ум не тем занят. Учите языки. Какие нравятся. Украинский тоже красивый язык. Просто учите. Порятуйте. Покайтесь. Спасайте мир. Покайтесь. Превретайте знания. Люди ленятся познавать Бога, познавать Вечность. Зачем русский мир? А затем, чтобы вот сейчас я могла говорить. Просто говорить информацию, которая неприемлема для многих. Но люди интеллектуальные. Я обращаюсь к человечеству. Это призыв к мыслящим людям. Призы к мыслящим людям. У Бога души подсчитаны. Мы не живем первую жизнь сейчас. До этого тоже были у нас, у каждого свои жизни. Неважно какие. Мы сейчас объединены нации, города, роды. Это нас объединяет. Рождаемость заканчивается. Это невыносимо. Но это так. Только для этого русский мир, чтобы стучать, говорить. Примиритесь с неизбежно. Изучайте Писание. Читайте. Евангелие. Марк. Матфея. Читайте. 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 О чем говорит Бог. О конце времен. О чем говорит Бог. Так же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Зачем нам войны? И почему это не конец? Ибо восстанет народ на народ, царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Сначала был ковид. Нарушали наши права. Нарушали права. Из-за паники. Нарушили наши права. Маски надо наносить. Еще что-то надо наносить. Ездить нельзя. Передвигаться нельзя. Нарушили наши права. Теперь война в Украине. Теперь нас убивают уже. Уже о каком праве говорить вообще? Тогда будет предавать вас. На мучение убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вот интересно. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вы понимаете, что происходит? Кто сейчас ненавидим всеми народами? Россия. Большинство сейчас ее ненавидит. Ее агрессию никто не может понять. Абсолютно. А имя Божье. Грядущий царь. Представляете? Есть пророчество. Грядущий царь. Это действительно так. Для чего это надо было? Неужели вы думаете, что Бог пророков давал только для того, чтобы какого-то там царя достойного дать? Украине или России, допустим? Нет, конечно. Это пророчество о конце времен. О том, что рождаемости нет. О том, что кто не выберет вечность, пожалуйста, будете спасаться в другой планете Земля. Уже дал Бог человека, который готов умирать на следующее человечество. Да, я согласилась. Бог мне сказал выбирать. Так что не хотите жить, только не мучайте никого. Потому что те, кто мучают, не хотят спасаться. И мучают, у тех мучает другая. У тех шансов нет. Никаких. Перед началом войны я на заводе видела такие вещи, что до сих пор не могу рассказать. Какой ад ждет этих бесов. И тогда соблазнятся многие и друг друга будет предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения безыкония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. То есть без любви спастись никак не нужно. Вообще. Кто не любит, тот не спасается. Во многих вопросах. Даже личная жизнь должна быть расстроена. И проповеданы будут все Евангелие Царствия по всей Вселенной. По свидетельству всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзое запустение, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте, считающий, да разумеет, тогда находящиеся в Игее добегут в горы. И кто на кровле, тот Дани сходит. Взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, тот Дани обращается. Назад взять одежду своей. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ибо когда будет великой скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Вы понимаете, что происходит? Что нас ждет? Что ждет человечество? То, что сейчас происходит в Украине, это покажется еще цветочками. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут уже Христа и уже пророки. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы перестить, если возможно, и избраны. Вот я наперед сказал вам. И так если скажу вам, вот он в пустыне, не выходите. А вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где труп, там соберутся орлы. Кто труп? Наверное, я труп. Понимаете? Вы разумеете, что это значит? Все, кто любит нашего Господа. Все, кто любит Всевышнего. Научитесь его любить всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей. Научитесь. Благослови, благослови. моним, благослови. Насколько ты великий, Бог святой. Так, предупреждаю всех, кто хулит Бога, кто хулит евреев, всех я отключаю. Мне такие подписчики и слушатели не нужны. Будьте благословенны.